МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Селяне против проведения воды. Но что именно возмущает жителей села Меуси Шады, Кадаевского района узнавали наши корреспонденты. Колеса, начиненные курительной смесью. На границе Азербайджана и России задержаны два авто с запрещенным грузом. Воздушная скорая помощь. Дагестан. Первый регион ВСКПО, который получил санитарный вертолет. И начинаем с официальной хроники. У Избирбаша новый мэр. Накануне в городе состоялись выборы. Единогласным решением 11 местных депутатов поддержали кандидатуру Магомеда Исакова. Напомним, с декабря 2018 года он временно исполнял обязанности главы города. Магомед Исаков уроженец села Муги Акушинского района. В 1994 году он окончил Дагестанский педагогический университет и 7 лет проработал учителем в своем районе. С 2011 года занимал должность директора Махачкалинского хлебозавода номер 2. С октября 2015 года работал на посту заместителя главы администрации города Избирбаш. В селе Миусиша до Хадеевского района вот уже больше недели продолжаются сельские сходы и митинги. Народ выступает против, казалось бы, на первый взгляд, благородного и нужного дела – проведения воды в соседнее село. Но, как оказалось, у людского возмущения есть свои причины. Что именно не устраивает местных жителей, выясняла Патимат Ханапова. Вот такими темпами они нас оскорбляют вообще. На нашей земле мы хотим, чтобы на нашу землю оставили. Но это дело нам не дают возможность. Это уже третий по очереди митинг в Миусиша. Причина недовольства – проведение водопровода до районного центра Уркарах через их территорию. Основная претензия – власти утвердили проект неправомерно. Ведь по закону о местном самоуправлении он должен был быть согласован и одобрен на сходе села. По словам собравшихся, такого не было. Мы хотим законным путем, никого не оскорбляя, никого не обижая, нашу территорию, чтобы оставили в покое и больше ничего не хотим. Вот то, что я говорю, это слова всех людей, которые здесь существуют. Народ вообще ничего не знает и начали копать, начали строительство водопроводов. Не согласовала все. Не согласованы, ни один сельчан не скажет, потому что она была не согласована. Второе. Когда мы говорим ему, глава администрации, покажите нам документы, подтверждающие, что на нашей земле вам вода нужна. Эти документы у главы администрации не показывают. Миусишинцы отмечают, воду в райцентр можно провести гораздо с близкого расстояния и за меньшие деньги. Если от источника Бутаула, откуда собираются по проекту проводить водопровод длиной более 20 километров, то всего в 8 километрах от райцентра Уркарах есть природные родники, никем не используемые. Гораз целесообразнее было бы проводить воду именно отсюда, считают местные жители. Провоцируют нас. Мы ни с кем не хотим воевать. Если бы не было уркарахской воды, разговоры не поделились бы. У них собственной воды полно. Достаточно для своего дела. Дальше поедем, увидимся. Это уркарахская земля и уркарахская вода. Они ее оставляют, идут на нашу воду. Свою воду, не знаю, для чего не трогают. По принципу, чужой вперед, свою потом в любое время можно съесть. Намного быстрее, проще, беспроблемнее. Отсюда ближе до уркараха, чем... Вот уркарах, пожалуйста. А от нас, где намеревается, они в воду забрать, 8 километров по нашей территории, общая, значит, 22 километра. Вариант водопровода искусственно удлинен, убеждены активисты села. Вот только зачем? То ли чтобы денег побольше освоить, то ли точат глаза на ресурсы. По словам Меусишинцев, из-за проекта они потеряют доступ к лесу, к своим пастбищам и сенокосным полям. Земля в местности Бутаула плодородная. Да и природа там на загляденье, утверждают селяне. Там и сенокосы, и земля наша. 150 гектаров лес наш, колхозный и остальные сенокосы там. Огромные гектары уничтожают сенокосы. О том, почему водопровод было принято проложить именно по такой длинной траектории, остается только догадываться. Однако, как нам удалось выяснить в Министерстве экономики, по объекту имеется утвержденная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение госэкспертизы. И на него предусмотрены средства республиканского бюджета в объеме более 100 миллионов рублей. И самое интересное, в роли заказчика-застройщика выступает администрация Дахадаевского района. Деньги освоить, конечно же, дело не хитрое. Да и вода людям жизненно необходима. Но при этом вопрос, почему местная власть не согласовала проект с жителями села Меусиша, по-прежнему остается без ответа. По тематам Ханапова, Мурат Бекбарзо, в новости ННТ, Дахадаевский район. Курительная смесь для кальяна в запасном колесе. Накануне на Магарамкенском таможенном посту при обыске машин в запасных колесах, которые лежали в багажниках, были обнаружены курительные смеси весом более 34 килограмм. Товар незаконно пытались ввести из Азербайджана в Россию. По данным фактам, возбуждены дела об административных правонарушениях. В России стартовал новый социальный проект по безопасности дорожного движения «Однозначно». Социальная кампания проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятия пройдут в 15 регионах России, и наша республика вошла в это число. Камиль Зевятов продолжит тему. Презентация нового социального проекта состоялась в конференц-зале Политехнического университета. Инициатива затрагивает все категории участников дорожного движения и призвана привлечь внимание населения к основным факторам риска на дороге и их профилактике. 7 мая вышел указ президента под номером 204 по национальным проектам Российской Федерации. Есть 12 направлений по всем отраслям, начиная с демографии, здравоохранения и так далее. В том числе отдельно идет направление проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Этот проект реализуется у нас в стране и в Дагестане с 2017 года. Цель проекта – напомнить водителям о важности правильного выбора скоростного режима. Логотип компании тому пример – буква «О» в слове «Однозначно» в виде дорожного знака с цифрой 60. Ничто иное, как призыв к водителям соблюдать разрешенный скоростной режим в городе. Почти половина, по большому счету, постоянно превышает. И здесь очень важна следующая цифра, которая на самом деле характеризует вообще отношение к вопросу скоростного режима на наших дорогах. Это 56% населения считают превышение на 20 км в час совершенно допустимым. Из-за халатности таких вот водителей, которые продолжают нарушать правила дорожного движения на дорогах, только нашей республике за 9 месяцев текущего года погибло 230 человек. Вчера 12-летняя девочка погибла. Погибла почему? Потому что, извините меня за выражение, извините меня, средства массовой информации, из-за того, что один урод напился и позволил себе сесть за руку. Девочка, соблюдая правила дорожного движения, там, где нет тротуара, двигаясь по дороге, навстречу движения, как это необходимо, согласно правилам, идет спокойно, положительно характеризуется в школе. Учитель говорит, что это была радость, а не ребенок. 12 лет оборвалась детская жизнь. Социальный проект охватит всю страну. Особое внимание уделено работе с детьми и подростками. Прививать культуру и пешеходам, и водителям на дорогах планируют масштабно и местами креативно. Дагестан – первый регион ВСКФО, который получил санитарный вертолет в рамках нацпроекта здравоохранения. Теперь летучая скорая помощь будет экстренно доставлять пострадавших в медучреждения. И в то же время врачи прямо на борту смогут оказать первую медицинскую помощь пациентам. Вертолет со временем будет оснащен всем необходимым модульным оборудованием. Более подробно об этом в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Новый вертолет Ми-8 развивает скорость до 250 км в час. Спасатели смогут оказать экстренную помощь взрослым и детям даже во время полета. Для этого на борту будет установлено современное медицинское оборудование. Все то, что необходимо для того, чтобы эвакуировать пациента с оказанием квалифицированной помощи, с элементами даже специализированной. Это очень важно, что пациент во время эвакуации будет получать всю необходимую медицинскую помощь. По словам специалистов, машина способна совершать полеты на дальние расстояния без дозаправки. На борту одновременно могут находиться 12 пациентов. Опытные пилоты национальной службы авиации в среднем за день перевозят по стране 30 человек. Мы с большой радостью сюда пришли. Надеемся, что будем здесь работать долго и плодотворно. Поэтому, с учетом того, что у вас очень сложный район, особенно для полетов, думаю, что мы сможем помочь людям, живущим в республике Дагестан. По крайней мере, мы сюда приехали не просто так, мы приехали помогать людям. Вертолет пришелся по душе и главе региона. Владимир Васильев лично осмотрел воздушное судно и поздравил всех дагестанцев с этим важнейшим контрактом. Этот вертолет позволит значительно сократить количество смертей в отдаленных частях населения нашей республики. Главная задача у нас проекта – оказать своевременную помощь каждому. Хамзанур Магомедов, Усаса Гагереев, телеканал ННТ, Махачкала. Акушенцам больше не нужно выезжать за пределы своего района для совершения банковских операций. В райцентре Акуша открыли дополнительный офис дагестанского отделения Сбербанка. Более 20 лет жители района оплачивали коммунальные услуги, налоговые сборы и штрафы в других городах и районах. Теперь же в селе работает новый офис, оснащенный всем необходимым оборудованием. Все четыре сотрудника – местные жители, прошедшие необходимое обучение и стажировку. Большую поддержку и помощь в решении этого вопроса оказал депутат Народного собрания Республики Руслан Ярахмедов. До отключения аналогового телевидения в России осталось меньше недели. 14 октября это произойдет по всей стране, сообщают сразу несколько официальных источников. Таким образом останется только цифровое вещание, которое позволяет в бесплатном формате просматривать 20 основных телеканалов. Практически вся территория Дагестана находится в зоне, где доступно цифровое телевидение. В связи с этим жители Республики могут перейти на новый формат вещания без особых усилий. Так, например, владельцам цифровых телевизоров нет необходимости докупать стороннее оборудование. Переход произойдет автоматически. В случае, если телевизор не цифровой, нужно приобрести специальную приставку. Дополнительные справки можно получить по телефону горячей линии, которую вы видите на своих экранах. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике Дайджест, затем продолжим. Не переключайтесь. Дагестанский чиновник начислил матери и жене больше 1 миллиона рублей, сообщает МК в Дагестане. Махинацию провернул уже бывший директор социального центра в Ботликском районе. Он предоставил главному бухгалтеру фальшивые документы. Таким образом, с апреля 2017 по май 2018 года матери и жене чиновника, которые не работали в данной организации, было начислено свыше 770 тысяч рублей и около 410 тысяч рублей, соответственно. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Средняя стоимость квартир в Махачкале выросла на 2,8%. Так, средняя стоимость в городе варьируется в пределах 2,5 миллионов рублей. Как отмечают аналитики портала Мир Квартир, на фоне массовых остановок нового строительства растет спрос на вторичку. Избили забротячую корову. Сторож муниципального управления питомец города Махачкалы подвергся нападению местного жителя. Последний пытался взломать подвесной замок на воротах в коровник. Охранник попытался остановить происходящее, но неизвестный оказал ему сопротивление. В итоге он получил травмы головы и руки. Напомним, что ранее в питомнике неизвестные подожгли автомобиль для отлова коров, а в адрес сотрудников регулярно поступают угрозы. И о спорте. Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев провел учебно-методический семинар для наставников дагестанских команд. Мероприятие прошло под эгидой Федерации футбола Республики. Курсы повышения квалификации станут первым шагом в реализации единой программы развития этого вида спорта. Заслуженный тренер России рассказал об основных принципах работы с детьми и взрослыми. В своей области профессор, так Гаджиевы называют в спортивных кругах, обладает богатым опытом. С его именем связаны успехи Анджи в начале нулевых. Он дважды был признан лучшим тренером страны. По словам организаторов, семинары будут проводиться раз в портал. Для повышения квалификации местных специалистов Дагестан планирует приглашать таких тренеров, как Борис Игнатьев и Курбан Бердыев. Тренерская профессия – это творческая работа. И самообразование, повышение квалификации – это неотъемлемая часть любой творческой работы, в том числе и тренерской работы. Без квалифицированных тренеров воспитать сколько-нибудь серьезных профессиональных футболистов невозможно. Поэтому, в первую очередь, нужно повышать квалификацию тренеров, а уже потом ставить другие задачи, связанные с подготовкой квалифицированных футболистов. Есть тренера, которые тренируют образ, дают акцент на физическую подготовку, а есть тренера, которые дают на техническую акцент. Мы должны выработать для дагестанских ребятишек, для футбола дагестанского, наверное, единую программу тренировочного процесса. Это учитывая всех, физику, человека и все. Конечно, мы будем все научно подходить к этому вопросу, и учитывая нашу ментальность, нашу подготовленность, наш климат дагестанский. Более 40 наград различного достоинства выиграли дагестанские спортсмены на Кубке Евразии по смешанным боевым искусствам Ориентал. Турнир прошел с 4 по 6 октября в Сочи. На счету воспитанников республиканских спортшкол 29 золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых. По этому показателю наши бойцы обошли команды из Ставропольского края и Воронежской области. Лидерство сборной Дагестана обеспечили подопечные Бодави Гасанова, Расула Салаудинова, Шарапудина Устарова и Ахмеда Мустафаева. Всего звания сильнейших оспаривали около 350 участников. Поединки проходили в 6 дисциплинах. Это вся информация к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин